Здравствуйте! В студии Салтана Тугельбаева. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Неэффективное использование 10,5 миллиардов тенге, хищение около 1 миллиарда и нецелевое использование кредитов. Такие данные опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры по результатам проверки исполнения программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за последние два года. Из обученных больше 80 тысяч безработных по полученной специальности трудоустроено всего 23 тысячи человек. Необоснованно, выдано и использовано не по целевому назначению 930 кредитов почти на 2 миллиарда тенге. Установлено 766 фактов фиктивного трудоустройства граждан рабочими местами обеспечивали умерших, нетрудоспособных инвалидов, а также работников других организаций. Всего по результатам проверки возбуждено 195 уголовных дел. Осуждены руководители центров занятости города Усть-Каменогорска, Абайского района ВКО, Жуалинского района Жамбулской области, города Балхаша, а также сотрудники центров занятости Жисказгана, Шемкента и Кызларды. За фиктивное трудоустройство к уголовной ответственности привлекаются 120 работодателей. Подготовка к отопительному сезону в Астане идет по графику. Больше 90% жилого фонда готовы к подключению, заявляют в Управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы. По словам руководителя управления, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выполнено больше половины работ по подготовке к новому сезону. Также сообщается, что проведена замена больше 1 км тепломагистрали, заготовлено 209 тысяч тонн угля и больше 6 тысяч тонн мазута. В Управлении отмечают, что повышения тарифа на отопление в планах нет. На сегодняшний день по городу Астане действует штаб по подготовке к отопительному сезону. Все находится под контролем. На сегодняшний день из 2415 жилых домов, которые подключены к центральному отоплению, готовы на 91%. И соцкультбыт, если по этому блоку брать, это 98%. Это медицина, образование, дошкольное образование и культура. В Астане проходит форум по частному дошкольному и среднему образованию инвестиций в детство. На нем предприниматели и представители госорганов обсудят проблемы, с которыми сталкиваются частные детские сады и школы. Основными темами являются распределение государственного образовательного заказа и подушевое финансирование. Форум пройдет в формате диалога, что позволит всем сторонам высказаться и выслушать друг друга. Очень много в регионах, разные факторы ущемления прав предпринимателей. Сегодня мы хотим сделать такую диалоговую площадку, где будет обсуждаться, поднимается сама проблематика, и сразу мы будем предлагать пути решения. Казахстан увеличил торговлю со странами Евразийского экономического союза. С начала года товарооборот между государствами возрос на 6% и достиг почти 9 миллиардов тенге. Об этом сообщает Министерство национальной экономики. Страны отмечаются, что экспорт продукции за полугодие составил 2,8 млрд долларов и импорт более 6 млрд долларов. Основной объем товарооборота, а это 92% приходится на Российскую Федерацию. Также наши активные торговые партнеры Кыргызстан, Беларусь и Армения. И к новостям в мире около 80 млн долларов на помощь странам, принимающим венесуэльских мигрантов. Такую сумму планируют отправить Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции. В Венесуэле глубокий кризис вызвал массовую миграцию населения. Большинство граждан бегут из страны в Перу. Сейчас там находится больше 400 тысяч беженцев. 90% из них прибыли за последнюю неделю. По словам экспертов, в конце этого года инфляция в Венесуэле достигнет 1 млн процентов. Продукты питания уже подорожали почти на 200%. Ситуация в стране приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. Стоит отметить, что именно эта страна является крупнейшей в мире по запасам черного золота. Всего полвека назад Венесуэла была одним из богатейших государств в Латинской Америке. Жертвами масштабных наводнений, вызванных муссонами дождями в индийском штате Кейролла, уже стали порядка 70 человек. В регионе частично или полностью разрушены сотни домов. Кроме того, во многих пострадавших районах нет электроэнергии и воды. Сейчас там проходят операции по эвакуации населения. Также в связи с обильными осадками временно прекратили работу местные аэропорты. По словам метеорологов, в ближайшие дни ливни не прекратятся. Муссонные дожди обрушились на штат на прошлой неделе. Они вызвали наводнение, а также сход селей и оползней. По данным властей, в этом году регион столкнулся с самым разрушительным мусоном за последние почти 100 лет. Подобного ливня я никогда не видел. Сейчас мы все беспокоимся за свои жизни. Дороги размыло. Многие семьи остались заблокированными. Мы пытаемся спасти их. В канадской провинции Британская Колумбия из-за лесных пожаров власть ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать на протяжении следующих двух недель. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано около 600 возгораний. Причем большинство пожаров были вызваны вспышками молнии после грозы. Огонь уже уничтожил десятки строений. Из опасных районов эвакуированы тысячи местных жителей. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. В тушении задействованы более трех тысяч пожарных. Сейчас в регион стягивают дополнительные группы спасателей из соседних регионов Канады, а также из Австралии, Мексики и Новой Зеландии. И к новостям. В нашей стране главная туристическая достопримечательность западно-казахстанской области – озеро Шалкар – нуждается в инвестициях. Бизнесмены не спешат вкладывать средства в благоустройство прибрежной зоны, несмотря на старания местных властей. Два года назад проведен капитальный ремонт автодороги к водоему. Села близ озера газифицированы, обеспечены централизованным водоснабжением. Однако отдых здесь пока скорее можно назвать диким. Туристов смущают стихийные свалки, загрязненные берега и назойливые насекомые. Тем временем отдыхать на Шалкар каждые выходные приезжает до двух тысяч человек. Причем не только местные жители, но и гости из России. К нам приехали гости из России. Конечно, хочется показать какую-то жемчужину Казахстана, но грязноват. Здесь есть палатки, здесь юрты, особо выбора не много. Купальный сезон только 2-3 месяца. Остальные дни здесь отдыхающих нету, невыгодно. Проекты предлагали, вот два человека, они сейчас на стадии оформления, хотят здесь базу отдыха и юртычный городок построить. Землю предоставили. В североказахстанской области местные бизнесмены развивают туризм в районе Шал-Акына, неподалеку от Сергеевского. В водохранилище началось строительство туристической базы. Порядка 300 миллионов тенге инвестиций вложил местный предприниматель. Для 200 отдыхающих созданы уютные дома, баня, рыбалка, пляжный волейбол. С начала года здесь отдохнули 500 гостей. Это не только местные жители, но и гости из других регионов Казахстана, а также из России, Украины и Германии. До конца года на севере страны планируют реализовать 13 проектов в сфере туризма. Общая сумма инвестиций превысит миллиард тенге. Отмечу, за первый квартал область посетили порядка 22 тысяч туристов. Природа здесь хорошая. Есть как бы сопки, каменистые места. Хотим расшириться, чтобы 500 человек за раз принять. Хотим вот здесь пирс, катамараны, лодки запустить, батуты, лошадей поставить. В Жамбалской области пенсионер Шакен Жапаралиев возрождает кролиководство. Сейчас мужчина содержит 200 кроликов породы фландеры и великан. В этом году он планирует довести их количество до тысячи. По словам Аксакала, кроличье мясо пользуется большим спросом. Недавно пенсионер заключил договор с ресторанами Астаны и Алматы на поставку такой продукции. В будущем Шакен Жапаралиев хочет увеличить число кроликов до 5 тысяч. В октябре или ноябре планирую поехать в Китай. Там хочу освоить технологию обработки кроличьих шкур и закупить все необходимое. Это все новости к этому часу. Итоговые выпуски новостей смотрите в 7 и в 9 часов вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова